Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем небольшом обзоре я расскажу про европейскую версию ZigBee розетки Xiaomi. К основным достоинствам этого устройства, энергопотребления и протокол ZigBee, добавляется еще один европейский форм-фактор, так называемый Shuka или тип F. Модель Zen CZ04LM, максимальная мощность 2300 Вт, притоке не более 10 Ампер, интерфейс ZigBee, форм-фактор европейский, диапазон рабочих температур от 0 до 35 градусов, при влажности не более 95%, размер 60 на 60 на 58,5 мм. Поставляется устройство в привычной для экосистемы белой коробке с логотипом Xiaomi и фотографией устройства. Необычным является отсутствие иероглифов и надписей на русском языке. Всего на коробке вместе с русским я насчитал 6 языков. Это устройство ориентировано на европейский рынок. В коробке, кроме розетки, нашелся еще гарантийный талон и многоязыковая инструкция, содержащая в том числе и русский язык. Внешне розетка представляет собой белый пластиковый кубик. На фронтальной части евророзетка стандарта тип F, с заземлением. Над ней находится светодиод активности. На одном из торцов находится кнопка, короткое нажатие на которую переключает состояние реле, а удерживание более 5 секунд переводит в режим сопряжения. На тыльной части стандартная евровилка. Контакты маркированы на ноли фазу, имеется заземление, тут же продублированы ее параметры. Сравнительно с китайской версией, европейская имеет большие габариты, но это и понятно, так как сама розетка больше, чем универсальный вариант классической версии. Высота и глубина тоже превышают размеры китайской версии, и при использовании в удлинителях, с близко находящимися друг к другу розетками, она будет мешать установке соседних вилок. Розетка предназначена для работы в европейском регионе, и при попытке подключения через приложение, ни один из имеющихся у меня шлюзов не подходит к подключению. Однако, модифицированная версия Mi Home с сайта kapiba.ru, ссылка в описании, кроме прочего, позволяет использовать устройство не в своем регионе. Попробую режим прямого подключения, сначала с китайским шлюзом второй версии. Для перевода в режим сопряжения на шлюзе нужно трижды нажать на кнопку, после чего зажать кнопку на розетке. Однако, тут даже с модифицированным мифом ничего не получилось, я делал несколько попыток. А вот тот же метод с шлюзом Mi третьей версии сработал, устройство смогло к нему подключиться в ручном режиме. По информации от одного из разработчиков, модифицированного Mi Home, розетка работает с европейской версией шлюза Mi второй версии и с любыми версиями круглых шлюзов Акара и Mi 3. Через несколько минут после ручного сопряжения, розетка появляется и в списке дочерних устройств шлюза, и в общем перечне устройств Mi Home. Регион, еще раз напомню, у меня стоит Китай. Розетка имеет свой плагин. Большую часть окна в верхней части занимает иконка розетки, выполняющая роль выключателя. Под ней находится информация о потребленной энергии в разрезе дня и месяца, кнопка управления и расписания. Обратите внимание, что розетка умеет определять, есть ли в ней вилка устройства потребителя. Расписание включения и выключения позволяет задать время для работы розетки в обход автоматизации. В меню учета энергопотребления должна храниться информация о расходе в киловатт-часах за месяц или день. Меню настроек подобно азиатским версиям розеток. Тут есть опция аналогичная Charging Protection, тут она называется Maximum Power Limit. При активации она отключает розетку при падении энергопотребления менее 2 ватт. Опция, которая восстанавливает состояние после подачи электроэнергии и меню выбора иконок для плагина. Из нового лог показывающий физическое наличие вилки в розетке. Еще раз напомню, что я использую версию Mi Home с сайта copybat.ru, поэтому тут есть дополнительные условия автоматизации. Они обозначены символом кильды в начале. В данном примере их можно использовать для условий автоматизации. Кроме включения и выключения розетки, еще и подключения и отключения вилки потребителя. Для действия автоматизации три стандартные опции. Включить, выключить и переключить. Теперь давайте перейдем к подключению розетки в Home Assistant. Так как единственный шлюз с режимом разработчика ее не поддерживает, это возможно только при использовании USB стика. Сначала удаляем розетку из Mi Home. Подробно про USB ZigBee Stick CC2531 я рассказывал в пятом уроке своей обучающей серии видео по Home Assistant. Если вы еще его не смотрели, то рекомендую ознакомиться. Ссылка в описании под видео. Подключение совершенно стандартное. Переключаем модуль ZigBee to MQTT в режим сопряжения при помощи стандартного набора автоматизации, про которое я рассказал в упомянутом уроке. Вот так выглядел мой список ZigBee устройств до этого момента. Зажимаем кнопку сопряжения на розетке и через несколько секунд устройство появляется в списке интеграции. Аналогично азиатским версиям она содержит в себе три сущности реле, сенсор потребления и сенсор уровня радиосигнала. Все три сущности в своем названии содержат идентичный набор символов, техническое имя устройства, которое формируется в зависимости от его МАК-адреса. Устройство, на карте оно в правом нижнем углу, является роутером для ZigBee сети и к нему могут подключаться конечные устройства типа сенсоров климата, движения, открытия, кнопок или выключателей без нулевой линии, либо беспроводных. Таким образом, эта розетка, кроме прочего, расширяет и покрытие емкость ZigBee сети. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok